Привет, дорогие друзья! Это «Игры разума» на Первом городском канале, и я Алексей Кругличенко, врач-психиатр и клинический психолог. Сегодня мы будем говорить про ОКР – абсцессивно-компульсивное расстройство. И я, по-моему, не выключил дома утюг. Или выключил. Я его проверю. Почему ОКР чаще всего проявляется желанием постоянно мыть руки? Ну, давайте прежде всего разберемся, что такое ОКР или абсцессивно-компульсивное расстройство. Со словом расстройство все понятно. То есть что-то идет не так. А вот абсцессивно-компульсивное – это два слова. Одно – абсцессия, второе – компульсия. Обсцессия – это навязчивые мысли. Я не буду вдаваться в детали, откуда появилось это слово и что оно означало изначально. Просто нужно запомнить, что абсцессии – это навязчивые мысли. Что такое навязчивые мысли? Это такой вид нарушения мышления, при котором у человека одна и та же мысль крутятся в голове. Человек понимает, что это его собственные мысли, но воспринимает их как чужеродные, ненужные. Пытается от них избавиться, но тщетно. Он не может избавиться от этих мыслей, и они мучают его снова, снова и снова. Компульсия – в данном случае ритуал, повторение, навязчивые какие-то движения, которые должны в рамках абсцессивно-компульсивного расстройства предотвратить что-то плохое, что может произойти в рамках тех абсцессивных мыслей, которые есть у пациента. Такие компульсии человек тоже не в состоянии контролировать, и нужны они пациенту для того, чтобы снизить собственную тревогу. По поводу мытья рук – это, конечно, один из наиболее распространенных мифов и клише, с одной стороны. Но с другой стороны, действительно часто люди, которые переживают о том, что они могут инфицироваться, и вокруг много микробов, и они их боятся, часто моют руки. Иногда настолько часто, что появляются кожные заболевания, язвы и другие неприятные дерматиты, с которыми они борются впоследствии. Теперь, почему же люди это все делают? Давайте разберемся с алгоритмом, как это все происходит. У человека есть какая-то навязчивая мысль. Они бывают разного плана и содержания, но об этом мы поговорим чуть позже. Эта мысль вызывает у человека сильную тревогу. Что-то должно произойти плохое обязательно. Для того, чтобы это плохое не произошло, человек должен выполнить какие-то ритуалы. И когда человек выполнил все эти действия, необходимые ему в данный конкретный момент, при этом человек понимает всю бессмысленность этих действий, и они тоже вызывают у него какое-то отвращение и неприятие, тревога снижается, и человек может спокойно выдохнуть. Теперь возвращаемся к мытью рук. Человек очень сильно переживает за то, что он заболеет, и идет, и моет руки. Моет долго, тщательно, что в принципе хорошо в эпоху пандемии. При этом человек заканчивает мыть руки и выключает воду. Прикоснулся к крану, кран грязный, начинается процесс заново. Потом человек обязательно с кем-то встретился, столкнулся, тронул верную ручку, и ему нужно мыть руки опять и опять и опять. Человек понимает, что это все глупости, и зря он тратит время, но сделать ничего не может, потому что тревога настолько сильная, что она заставляет его повторять это снова и снова. У меня как-то был пациент с ОКР, который должен был в рамках своего расстройства, когда едет по улице, пропускать люк, обычный канализационный люк, между колесами. Иначе что-то плохое должно произойти. Человек опоздал ко мне на консультацию на 45 минут просто потому, что он все время попадал не в тот ряд из-за пробок. Человеку необходимо было возвращаться снова и снова на один и тот же участок дороги, для того, чтобы выполнить этот ритуал. Не выполнить его он просто не в состоянии. Вот примерно так выглядят люди с обсессивно-компульсивным расстройством. Что вызывает ОКР? Ну, на сегодняшний день у нас, как обычно в психиатрии, целая куча красивых теорий, ни одна из них не является полностью состоятельной. Может ли ОКР передаваться по наследству? Ну, вроде как может. Может ли травма мозга или какая-то нейроинфекция вызывать ОКР? Ну, вроде как может. Может ли стресс вызывать обсессивно-компульсивное расстройство? Или проблемы раннего развития? Тоже может. То есть у нас есть много факторов, которые могут приводить к появлению этого расстройства. Сказать, что какой-то из этих факторов превалирует над другими, не представляется возможным. Почему так? Проблема комплексная. Во-первых, очень тяжело диагностировать и исследовать это расстройство. Здесь много разных причин, почему так происходит. Прежде всего, проблемы в диагностике. Америка работает по диагностическому статистическому мануалу DSM-5. Украина работает, ну и весь остальной мир, по большому счету, по МКБ, Международной классификации болезней. В этих классификаторах разные критерии этого расстройства. Это во-первых. Во-вторых, очень многие другие расстройства похожи на ОКР. И наоборот, ОКР может быть признаком какого-то еще расстройства. Поэтому диагностика может быть неполной. Например, для того, чтобы говорить о том, что у человека именно ОКР, нужно быть уверенным в том, что человек, например, моет руки не по своим бредовым убеждениям, а именно обсессивным. Далее. Очень сильно по всему миру разнятся данные о распространенности этого состояния. Одни исследователи говорят о том, что где-то около процента всей популяции подвержены этому расстройству. Другие говорят, что примерно 50% людей в том или ином временном промежутке своей жизни могут столкнуться с симптомами ОКР. Кроме этого, люди редко обращаются за помощью, особенно в первые, скажем, периоды своего этого расстройства, по той причине, что боятся психиатров и боятся стигматизации. Именно поэтому вопрос исследования ОКР весьма зыбок и неточен. Теперь возвращаемся к тому, что же именно вызывает ОКР. С точки зрения патогенеза этого состояния, есть данные весьма убедительные, которые говорят о том, что есть определенный дисбаланс нейромедиаторов. Вы наверняка слышали про серотонин, дофамин и другие. Именно поэтому, из-за того, что есть дисбаланс этих нейромедиаторов, в лечении ОКР используются препараты. В частности, антидепрессанты, которые показали себя весьма эффективными именно в налаживании этого дисбаланса нейромедиаторов. Кроме этого, есть огромное количество теорий, которые пытаются объяснить происхождение этого расстройства. Поэтому давайте мы поступим вот как. Если вдруг вы понимаете, что у вас есть, у вас или у вашего близкого, есть вот подобные ритуалы, которые обязательно, это диагностические критерии, должны происходить не менее чем половина дней, на протяжении не менее чем две недели, и приводить к снижению трудоспособности жизни, да и вообще к появлению дистресса, тогда мы можем заподозрить ОКР. Какие самые частые проявления ОКР? Теперь поговорим о том, какие обсессии бывают наиболее частыми. В принципе, их можно условно разделить на несколько групп. Первое. Это мысли о страхе заражения, страхе инфицирования и страх заболеть чем-либо. Следующее. Страх причинения ущерба себе или своим близким. Некоторые молодые мамочки очень сильно переживают из-за того, что им кажется, что они могут выбросить своего ребенка с балкона. Они, конечно, этого не делают в большинстве случаев, но страх того, что они могут это сделать, может приводить к тому, что появляются какие-то защитные ритуалы. И так может сформироваться ОКР. Еще из распространенных навязчивостей есть такие, как страх потерять что-либо, потерять какие-то вещи или не иметь каких-то важных вещей в необходимый момент. И с этим столкнулся я лично. Когда мне нужно было поехать в аэропорт, я проверил паспорт, билеты, деньги и все вот это. А потом по дороге в аэропорт я проверил, раз в сто, есть ли у меня паспорт. При этом я прекрасно понимал, что он у меня есть, но мне нужно было это сделать. Да, я был молод и уставший. Мне простительно. И еще один момент, который тоже часто встречается при ОКР, это симметрия и порядок. Человек должен все держать в идеальном порядке, все должно быть выложено симметрично. И вы наверняка видели кучу таких примеров в фильмах, в сериалах и, возможно, даже в книгах читали. И еще один страх, весьма распространенный, который часто приводит к появлению развернутой такой хорошей, качественной клинической картины ОКР, это страх потерять контроль над чем угодно, включая свою жизнь, что может быть вызвано в итоге страхом смерти. Ну, об этом мы уже говорили. Я очень много уделяю внимания чистоте. Как понять, что уже перебор? Ну, давайте откровенно. Перебор в условиях мировой пандемии весьма относительное понятие. Мыть руки нужно, можно и хорошо, если вы это делаете. Однако, если подобное мытье рук, например, мешает нормальному функционированию, вызывает дистресс, и вы из этого страдаете, вот тогда это уже перебор. Но не один день или два дня, а когда как минимум две недели у вас сохраняется этот шаблон, этот стереотип, этот сценарий, и вы не можете с ним ничего сделать. Когда вы пытаетесь прекратить, и у вас не получается, это означает, что уже перебор, и уже нужно обращаться к специалистам за помощью как фармакологической, то есть при помощи медикаментов, так и психотерапевтической. А психотерапевтическая помощь в лечении ОКР держит, наверное, первое место по своей важности и необходимости. ОКР может перерасти в болезнь, которая будет опасна для окружающих? Маловероятно, если честно. Дело в том, что ОКР, я уже говорил, может быть проявлением какой-то сформированной уже болезни, или, правильнее говорить, расстройством. Может переходить в какие-то другие формы, не факт, но могут присоединяться так называемые коморбидные расстройства или состояния, то есть появляется депрессия, появляются панические атаки, появляется страх выходить на улицу и вот другие подобные, в том числе фобические проявления. В некоторых, крайне редких случаях, это может доходить до состояния бреда. Либо наоборот, бред может запускать что-то похожее на ОКР. И вот здесь вот следует особым образом тщательно разобраться, чтобы правильно назначить лечение. Насколько ОКР или похожие на него состояния могут быть опасными для общества, мне судить тяжело. Я ни разу не слышал о том, чтобы человек с ОКР сделал что-то окружающим. Но для себя подобное состояние может быть весьма сложным, тягостным, настолько, что человек может пойти даже на суицид. И вот в этом смысле это опасное состояние. Почему люди не могут просто взять и перестать выполнять ритуалы? Нельзя просто взять и перестать выполнять какие-то ритуалы. Навязчивость на то и навязчивость. Это нарушение мышления. Это один из видов настоящего психиатрического нарушения мышления. Человек понимает, что ему эти мысли не нужны, но сделать с ними ничего не в состоянии. Пример, который наверняка вы испытывали, это когда вы пытаетесь вспомнить название какой-нибудь песни или имя исполнителя, и вспомнить его не в состоянии. Оно крутится у вас на кончике языка, вы пытаетесь вспомнить, ну как же, как же, как же, и потом весь день вы ходите и не можете думать ни о чем другом, кроме как о желании вспомнить имя исполнителя или название песни. Ни о чем другом думать вы уже не в состоянии, при этом вы понимаете, что вам эта информация уже не нужна. Теперь о ритуалах. Вот здесь есть некоторые моменты. Дело в том, что есть ритуалы, которые люди выполняют, но эти ритуалы являются частью культуральной какой-то нормы или религиозной. Например, верующие люди христианского вероисповедания, проезжая мимо храма, обязательно крестятся. Является ли это ритуалом? Да, безусловно. Является ли это компульсией? Нет, ни в коем случае. Просто потому, что это такая традиция. И данная традиция жить людям особо не мешает, по крайней мере тем, кто это все дело исполняет. В том случае, если вас... В том случае, если у вас есть какие-то ритуалы, которые вам мешают, и вы понимаете всю бесполезность этих ритуалов, и даже какой-то дискомфорт испытываете, в таком случае вы, естественно, пытаетесь от них избавиться. Но у вас ничего не получается. Почему так? Да просто потому, что это расстройство. Если у вас простуда, вы не можете сказать себе соберись, тряпка, не сопливь. Так не получается. Есть болезнь, которая протекает определенным образом. И ее нужно лечить. У меня ОКР, и меня это не напрягает. Это нормально или к старости у меня поедет крыша? Если ОКР вас не напрягает, значит, у вас не настоящая ОКР. Не трушная, так сказать. ОКР на то и ОКР, что оно должно напрягать. Человеку оно мешает. Однако, почему люди редко обращаются к врачам? Вернее, недостаточно часто обращаются к врачам. Зачастую людям кажется, что вот те навязчивости или ритуалы, которые есть у них, есть у всех. По крайней мере, им это не мешает. Некоторые люди перед сном обязаны написать свое имя пальцем в воздухе, например. Или пересчитать все номера всех машин, которые они встретят по дороге. И их это не напрягает. Хотя, если разобраться, если они этого не сделают, у них будет тревога и дискомфорт. Другой вопрос, что люди привыкают так себя вести, и их в этом плане это больше не напрягает. То есть, нужно разобраться, что именно вас напрягает. То, что вы это делаете, или что будет с вами, если вы ваши ритуалы или навязчивости не исполните. Теперь, насколько вероятно, что у вас поедет крыша к старости? Весьма вероятно, но, скорее всего, это не имеет отношения к ОКР. Ведь у нас есть еще огромная куча красивых других расстройств, типа деменции и других, которые проявляются с возрастом. Поэтому ОКР оставим на сейчас. Дело в том, что ОКР проявляется, как правило, у людей в 18-25 лет впервые. Но, как говорит статистика, первое обращение к психиатру со своим ОКР происходит в возрасте около 32-35 лет. Что говорит о том, что люди живут порядка 7-8 или даже 10 лет со своими расстройствами и не понимают, что это такое и что это можно и нужно лечить. А вот теперь ключевой момент и посыл, который я считаю очень важен. ОКР успешно поддается лечению. Его можно вылечить. Однако, есть нюанс. Можно вылечить текущее расстройство. И это не дает гарантии того, что в дальнейшем оно не появится. Для того, чтобы оно не появилось в дальнейшем, нужно заниматься йогой, медитацией, повышением стрессоустойчивости, да и вообще собой, родимым, заниматься. Это важно. Поэтому, уделяем время себе, своей семье, наслаждаемся жизнью. А если есть проблемы, идем к специалистам, которые умеют с такими проблемами разбираться. Утюг я выключил. Все нормально. Это были Игры Разума на Первом городском канале. Я, Алексей Кругличенко. Я желаю вам классного настроения, шикарной недели и дверь я, по-моему, не закрыл. Я пошел. Субтитры сделал DimaTorzok